всем привет подписались лайкнули погодка нас не радует у нас как всегда но зато вот какие у нас цветочки уже распускались люблю вот эти кто знает расскажите как они называются они вот очень нравится напоминают такой бабушкин полисадник наш такие очень вообще красавицы как-то так но это как всегда куда ездят питерские отдохнуть выходные мы сегодня хотим испытать свою коптильню которую купили в твери попробовать ну мы и раньше ездили на озера на озеро и озера там два озера это лимболовский или озеро веселое еще одно из них называют хотим испытать там свою коптильню но там бывает ребята дикая пробка даже в лесу так что сейчас поедем посмотрим что творится там так что день со мной в муре находят вот такие раздают листочки куда-то замаривает заманивает англо-маркет наверно вот на въезде в бугры уже наставили на рючков но такие неплохие цивилизация бугры растут новостройка уже подъехала сюда ну когда уже у нас дороги здесь вот сделают хорошие чтобы это все было вместе и соединяла рыба какая-то кулинарии пекарня магазин фермерских продуктов с парковкой тоже хорошо сделали вот ребятушки то 5 едем через бугры потому что на карте большая пробка как всегда встретились друзьям теперь будет им и всем пару часов на газе пробка потому что никто не хочет друг другу ступать и есть себя любимых везем быстрее сейчас проедем и выйдем опять на катку с другой стороны какая-то кофейна конечно здесь большой поток машин не мешало бы чтобы администрация бугров тоже обратил на это внимание подремонтировали здесь дороги какие-то парковки порядок более навели сам по себе же неплохой такой поселочек этот бугры строительство новое здесь появилась мвц цивилизация идет давно не было вон стройку второй этаж надстраивают уже питерские поэтому мы надеемся дождя не будет мы успеем что-нибудь зажарить закоптить и провести хорошо день карабсельки ребятки видны вот карабселька хороший вкусный магазинчик мы обязательно не буду едем решили мы сразу заехать в карабсельки взять кусочком вкусный форелик там такой вкусный рыбный магазин это карельское производство карелия и вот у нас есть карабселька они привозят скорее ли прям сюда здесь у нас продают у них где-то еще есть магазинчик вот как увидели мясо так вот здесь же сразу въехали и вот он магазинчик акуловки у них вот свежая рыбка прямо из ладыки форелевого хозяйства она прям из карелии работает вот так ребята их вот свежая рыбка всегда есть по ценам йогурты и вот это вкусняха хорошо это магазин акуловки вообще вот это вкусняшка 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 есть у Тони еще растягай с форелькой такие с картошкой вот именно вот напротив этого магазина его уже больше не существует нет а еще есть супчики у них очень полезная вот печеночка трески вот ребята смотрите взяла у них прайсик специально вам показать у них вот сайт свой хорошая рыбка вот честно скажу беру у них много лет очень хорошая вкусная всегда и большой выбор у них и утки и куры и все 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 на сайте есть у них все цены у них даже есть доставка это для тех кто в санкт-петербурге и знаю что в москве у них есть магазины так что вот так приезжайте к нам в карабсельке и покупайте с магазина акула вы не пожалеете это очень правда вкусная рыбка очень вкусные стейки печень трески мы у них берем и это всегда очень вкусно раньше брали конечно икорку но сейчас икорка дорогой стала поэтому как бы пока без икорки ну надеемся все наладится экономически у нас везде и будем опять кушать у них вкусную икорку икра у них очень сильно отличается то что берем консервированную она правда вкусная свежая ну ладно а мы погнали дальше я вам покажу есть вот у них магазинчик в санкт-петербурге вот они пишут видите открыли совсем велик великон ты какая-то деревня я не знаю правда что это и вот в карелии так что на сайте конечно вы все найдете у них где они располагаются как располагаются раньше работало то же приложение было погода конечно шепчет вся в точах но стоят грибники и у нас говорили что грибов у нас сейчас очень много в лесах дожди тепло и в прошлом году было много грибов много собирали вот сейчас вы видите машинки будут стоять у меня справа и вот и мы сколько едем я смотрю там небольших всех заездиков эти машинки стоят но это грибники стоят значит есть грибы устанавливаются видите какая у нас пробка впереди с половиной конечно едем вот так небольшой на небольшой скорости совсем небольшая у нас скорость наверное 70 идем вот сразу повернули с трассы ну это все грибники явно стоят дорожка здесь конечно такая вот веселая как и озеро веселое такая движуха в лесу да зелена у нас в лесу шикарно влажный климат поэтому листва такая ярко насыщенная зеленая не пожухлая не желтая не выгоренная так несмотря на плохую погоду таких как мы много но это еще не солнечно это еще пасмурно а людей здесь как всегда если бы была погода здесь просто было бы не разойтись вообще вот начался уже процесс приготовки где никто не разъезжается все еще отдыхают и у нас уже костер распаливается сейчас мы туда углей закинем а сверху поставим нашу коптильню в Твери да экспериментально да экспериментально у нас все это пока а это я здесь курии буду сейчас крылышки жарить углищи с прошлого года купили нам достались хорошие пошел у нас вот ребята смотрите процесс мангала коптильни нашей которую в Твери мы купили у нас вот здесь рыбка вещь уже засолены перезли с собой такой красивый сейчас мы его туда это наш первый опыт коптильня такой коптильня на природе давно мы хотели купить и вот купили с гидрозатвором так рыбочка большого взяли а сколько завесил не помню вот так Максим приготовил все закрывает это все крышкой и у нас вот наш мангал мы его раньше покупали очень хороший он даже хорошо удачно стал а мы думали на шампура вот он становится да хорошо становится везде почти прямо угадали угадали все и на 40 минут мы это все оставляем а я ребята тем временем у меня вот второй мангальчик вот уже у меня здесь крылышки баклажанчики сейчас мы будем кушать и вот то что уже с акуловки вот здесь немножко нарезала купили вкусняшку и маринованный лучок будет ко всему ну а джичка крымская вот у нас еще есть и конечно природа нас радует люди купаются слушай вода теплая иди купайся вообще просто ну небо конечно вот у нас затянуло но неважно мы все привыкшие так купаться ну вот вот я еще и картошечки докинула уже поставила все жарить картошку я потом сверху сейчас пожарятся крылья и сверху всю эту картошечку а там у нас уже целый процесс смотрите как дымит наша коптильна начинает подогреваться и будет копчение наше первое ребята ну что вот такая наша природа питерская вот так мы проводим выходные и выезжая на природу только вот ну вот сегодня с погодой поэтому людей мало конечно повезло а так здесь было бы очень очень всегда у нас много людей ну несмотря на такую погоду люди плавают все отдыхают шашлычок у нас жарится пока куриный рыбка коптится мы уже готовы перекусить те же вот я начала уже кушать вкусненные акуловки первая партия наших курей пожаренных крылышек еще тут картошка все дымит зато красиво вот уже баклажанчики такие красивые кафе вот раньше не было это теперь кто-то умудрился поставить кафешку вот за тем лесом там пенерские лагеря бывшие дальше проехать если там дальше есть гостевые дома база вот работают они или нет знаю точно что там есть турбаза гостевые домики все можно поснимать но людей здесь всегда много-много здесь люди даже с палатками приезжают поэтому здесь очень здорово пято вышло солнце у нас смотрите пока мы тут жарим отдыхаем у нас небо разведнелось и солнце вышло прогулочный катерок появился приплыл не заметила когда погода шикарная стала и всего мы тут наверное часа полтора еще все жарим картошка уже запеклась вкусно вкусно как в детстве баклажаны с курицей мы не спешим мы ждем нашу рыбу которая коптится еще вижу угли жар там такой есть у нас уезжают соседи другие уже приезжают буквально за час но все хотят отдохнуть конечно клево разъеднелось просто клево шикарно стало что не зря поехали тучки быстро у нас меняются но это же Питер детка это же Питер поэтому в Питере как в Лондоне то дожди то солнце никогда не угадаешь что будет дальше вам нашу валичку в озере волшебное я до этого говорила веселое неправильно оно называется волшебное но это Лембовские озера и вот почему-то это место называют волшебным а вода здесь теплая здесь очень мелко потому все и плавают видите как далеко оно все еще мелко водичка смотрите какая прозрачная у нас очень прозрачная одиноко кто-то плавает дачи у кого-то и вон большой пикник там с палатками обычно стоят на той стороне а вот у нас палатки ребят смотрите да они так на ночь и останутся шикарно смотрите наш стол издалека у нас прям целая такая зона отдыха по такими чудесными красивыми деревьями я правда не знаю как они называются но зато вот такие чудесные просто шикардосно горит все закоптит нам рыбьёху то нашу вкусную вечно можно смотреть на огонь как говорят на что можно смотреть на огонь и воду вечно красота какая и надо главный мангальщик нашего аула кто-то завалился но мне нравится наш коптильно шикарно ничего это первый наш опыт еще потом я колбасы пиханые наделаю и мы накоптим с тобой да попробуем коптить колбасу я ее сделаю тремя кипятками как делает она тогда получается как бы полу готовая а потом докоптится и будет вообще хорошо сегодня ты у меня уже копченый закоптились фу еще на меня пошло все горячий нет нет никто не спешит никуда тоже палатки не под''наставили все поздравляю тебя с первым копчением но открывай посмотрим как закоптил так вот это я понимаю красота вот это я понимаю просто шикарно смотрите здесь вот как закоптилась просто золотой прям наш такой лишь золотой вкусненный сейчас будем пробовать ребятки ответственный момент давай попробуем щипцами голову поддерживать поддерживаем все вот такая ребята красота у нас сейчас мы ее съедим нашего первого копченого леща ну как лишь шикарный лещ красивый то какой золотой такой вкусный всем приятного аппетита мы теперь будем все пробовать коптить вот лещ был первый наш мы в твери когда жили у нас там такой друг был андрей он классно рыбу ловил и сразу ее коптил я еще колбаску пиханой сделала накопчу и как-нибудь сало засолю тоже попробую покоптить в этой коптение я думаю что это все очень будет так что вот еще одна объедаловка у нас она правда не очень полезна но иногда можно что всем приятного аппетита это все соберем он еще подстынет а тут уже наверно остыл да эту ну надо пакет сейчас возьму шикарный вечер солнце зашло ребята пройдусь по берегу немножко он поснимаю как народ у нас отдыхает питерские а где нам еще отдыхать на же море нету мы на волшебном море какой приятный вечер мне нравится что сегодня музыка не букает то бывает музыка играет вовсю тут некоторые приезжают меломаны музычные не тишины тогда нету никакой вот там еще даже солнце но солнце уже заходит сейчас еще посмотрим по я вам покажу вот за этими деревцами соснами красоту там все будет в палатках мы здесь ночевали как-то несколько раз нам очень понравилось тихо хорошо если меломаны какие-нибудь появятся то вообще замечательно а бывает мин ломаны приедут и все чей-то ребенок разбушевался а вот это вообще у нас козырные коронные места они всегда заняты надо успевать и и в 7 часов утра пытались приезжать здесь тоже все все будет занято что-то за ручей такой еще первый раз вижу сколько гуляем и здесь ручей какой-то есть есть здесь ребятки вот такой магазинчик работает всегда мороженое там я знаю есть вода всякая разная штучки то что необходимо пока ты вот на пляже загораешь тут и вот как я вам говорила есть база на которую можно тоже позагорать отдохнуть и снять номера не знаю сколько номера сейчас там будет какой-то номер я вам покажу будете сами звонить договариваться вот чипсы вижу доширак кофе пирожки сосиски по 100 рублей в тесте пирожки 100 рублей чай кофе но в принципе почему бы нет приехали отдохнули добежали сюда до этого ларечка а здесь вот все это вот окружная территория лагерей пионерских и здесь вот который с правой стороны и дворку дышу же с правой стороны лагерь знаю не функционирует а вот с левой там еще работает но нету здесь номера если здесь был номер и я вам показала на что здесь можно снять отдыхать зато полюбуйтесь какая у нас красота солнце вышло сами видели были тучки а сейчас вышло солнце просто и тишина то что я ценю в питере больше всего тишину просто не помогала тишина у нас этим сложно из-за машин нашла вот табличку что с 1 июня 19 действующий лагерь хотя я сомневаюсь что-то действующий лагерь детей не видно тихо оказывается удивительно вот в том оранжевом есть все таки дети слышу во всех тишина а там вот кто-то все таки есть из детей нормально ну им тогда повезло здесь отдыхать здесь такой хороший свежий воздух сосновый шикарный прям как у меня в детстве тоже таких лагерях отдыхала такие корпуса были он слышно дети как кричат за тур на вот она катается с этой стороны вот вообще живой живой лагерь видно дети ну тут и домики получше конечно видно его не запускали сразу поддерживали а вот этот который показывала вам был он был заброшен и стоял там вообще несколько лет он не функционировал и только наверно отремонтировали как вот пару лет живая дорога здесь вот детский здравительный лагерь называется горизонт ближе подходить не буду там кто-то дежурит даже приятные желтые домики дорожки видно что ухожено все все как в детстве учиться вот такие ездят машинки все ребятки поехали бы домой солнце села стало прохладно все разъехались малыш осталось людей но зато какой красивый закат и вода а